Девушки отдыхают Мы вышли из шахты Ах ты, какие мы космонавты А что у вас мой флаг висит? Какой твой флаг? Ну сзади вас мой флаг Это не твой флаг Это мой флаг А кто разрешил тебе его повесить? Вот смотри, видишь? Вот это мой флаг А тебе кто разрешил его повесить? Что ты вб***? Ну я спрашиваю просто Кто тебе разрешил мой флаг повесить? Разрешение выдаешь На повеску флагов? Нет Ну а так ты что? Мне интересно, кто выдал? А что, кто-то выдает? Ну вот действительно, никто не выдает Так ты пиратским способом выдаешь Вот никто не выдает А что вы таким идиотским вопросом задаетесь? А почему ты мой флаг выдаешь? Почему свой не выдаешь? Какой твой флаг? Ну который сзади тебя, это мой флаг Сапсина облезлая Видите как? В желании подлизнуть Они даже не выставляют свой флаг Эти черти Вот такое желание подлизнуть А я по-другому не скажу, ребята Вот как есть, так есть Он еще сидит и злится Такой гордый Выстави свой флаг Ходи с ним Что ты мой выставил? Собака сутулая Как тряпка красная на быка Да, чтобы на тебя ругались И американцев ругали Пес облезлый Шариков Отчего это у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме? Я на колчаковских фронтах ранен Здравствуйте Добрый вечер Как поживаете? Все прекрасно, спасибо Дай вам Бог, чтобы всегда так было А как вы процветаете? О, цветем и пахнем Вот так Рад слышать Прекрасно Я всегда рад, когда у людей хорошо У меня хорошо Это же красиво Жаловаться Я из Соединенных Штатов Прекрасно Как пособия может повысить для вас? А, не, не повысили Вот ходил? Нет Нам ФСБ зарплату платят Поэтому нам пособия не положено Да Понятно, понятно Ну, наверное, неплохо платят А вы как? Вам в Латвии, по-моему Да, нет, Литва это? Или что это у вас вообще? Вам пособия там платят или нет? Нет, я пенсионер уже не платят Уже не платят, все, закончили Да, да Понятно, ну, жалко Приезжайте к нам А может в ФСБ устроитесь? Нет, не надо Почему? В говно руки сунуть Нет Да нету будет, зато в тепле Не надо Вывал там бы Да я подвинусь И вы рядом встанете Я вас научу Нет, нет Не надо Почему? Спасибо А вы на какую будете тогда службу эту, травахать? Я отдыхать буду Я пенсионер, как я сказал Вот поэтому у вас плохо, видите, вот Аж почему плохо Отдыхать, отдыхать люди Ну, нет желания заработать вообще? Нет, уже заработал все А уже все нормально, да? Да, теперь надо где-то все Распускать эти деньги А, можете меня вписать в эту, в как ее Да нет, нет Ну, когда вы У вас У вас пособие большое Когда вы в мир иной отправитесь В эту страну вечной охоты Можете на меня все списать Потом это я Воспользуюсь А что сегодня у вас За роль приготовлена? Я Шапочка что-то означает? Ну, это я с отпуска приехал И привез вот такую тюбетейку Видите, памирская тюбетейка Классная Вы не были в Таджикистане? Не бывали? Нет, никуда Съездите Очень рекомендую Нет, никак Никак Не съезжу уже Пенсии не хватит? Нет Слишком далеко И нечего смотреть Ну, а самолеты у вас не летают А можете это как его Поездом, к примеру? Нет, нет Я Россию не поеду Не, не Россия Это Таджикистан Не знаю, я понимаю А как там Добраться? А, можете через Турцию Например А, через Турцию Через Саудовскую Аравию Ну, как сейчас все Отважные герои Всегда идут в обход Вот через Саудовскую Аравию Можете Вы с ними еще не поругались? Да нет Зачем нам поругались? Ну, как С Китаем же поругались? Ну, и что? Не, ничего Просто не поругались Как с Китаем? Я просто спросил Не поругались ли пока? Ну, нет Нет, нет Значит, дай Бог Ну, дай Бог Вот через них можете полететь Спасибо Да, взяли такой Лоу-баджет Какой-нибудь самолет И так, так Вокруг И в Душамбе Очень рекомендую Ну, что поедешь? Очень Не поеду Не уговаривай Да, с вашими-то деньгами Да я не уговариваю Я вот так Экскурс такой Да я не хочу А куда поедете? Куда? А потом говорит Плохо живем Работать не хочет Извините я Не знаю Какую организацию Идеи работы Это была Шутка юмора Тыквы Сдают небогатым семьям Под дачи Дачники И живут в тыкве И питаются ей Пробовали Арбузы сдавать Но у них Жить Сыровато Скончался Шо ты там говоришь? Кутузов скачался На момент Восемьсот тринадцатого года На начало На момент Марта Восемьсот тринадцатого года Вот так вот А, двадцать восьмого апреля А кто тогда командовал Союзническими войсками? Я Не, 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 не Это явно были не вы Явно были не вы Я тут изучаю Войну шестой коалиции Против Наполеона Там написано что-то Про два Т-90 Прорыв И этого Как его И я на пулемете Сидел там На одном Мы на машине времени Туда закатили А ты думал Почему французы Так быстро побежали Броняк Они особо не бежали Я так понял Они 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 Добились Перемирия Они добились Перемирия После этого Наполеон Сел на остров Святой Елены В тюрьму Точно Вот именно Перемирие было Ну Перед тем Как сесть на остров Святой Елену Он еще полтора года Не садился Бесоебил Не садился Он полтора года Еще Бесоебил Да вы Что А тут такое А и казаки По Парижу Не ездили Да Всего Туда зашло Стотысячное Войско Фактически Из которых Половина Была русских Да Половина Была союзников Серьезно Да А союзники Чьи они были Прусаки В основном Это были Прусаки Чьи союзники Которые До марта 13-го года Были союзниками Наполеона Ну Предательство Для Европы Свойственно Это нормально Я вас спрашиваю Чьи они были Союзники На тот момент Когда они Вошли в Париж Чьими Они были Союзниками На тот момент Они были Союзниками Но это Коалиция Была Союзники России Переобулись Второй мировой войны Или Великой Переобулись В прыжке Да Вот до этого Меня один Хлопец Правильно Сказал Он сказал Что они Не столько Переобулись Сколько Это можно Назвать Войной За освобождение От колониальной Политики Франции А до этого Их колониальная Политика А до этого Все устраивало Да Видимо Поняли Что Франция Жопа И поэтому Решили Обычно Чисто европейское Поведение Оно всегда Так было И поэтому Решили им Вкатить Ну чисто Европейское Или не чисто Европейское Но Я так понимаю Что на тот Момент Выставить Необходимую Армию Против Наполеона Уже Россия Не могла Самостоять Ага Но она Могла Спокойно Кошмарить Она могла Спокойно Кошмарить Всех тех Кто был Против Наполеона Вернее За Наполеона Поэтому Они решили Чтобы нас Всего Было 500 Тысяч Солдат Около 500 Тысяч Солдат Из которых 175 Тысяч Русских 170 Тысяч Прусаков 110 Тысяч Австрийцев 18 Тысяч Шведов Ух ты Это Со стороны Так сказать Коалиции То есть Русских Было Меньшинство Но Подчинялась Вся Эта Шобла Русским Ну Я так Понимаю Она Вообще Подчинялась Александру Первому Францу Первому Ну Королям Потому Потому Вот Я Почтим Предводительством Оказывается Кутузов На тот Момент Вообще Помер Я же Вам Говорю Был я С пулеметом На танке Прорыв Два Нас Было Двое Танков Я Не знаю Где Вы Там Были Возможно Были Так Тише Я Изучаю Этот Я Изучаю Мы Были В Капне У Нас Была Капна Сена Сверху Ой Мужик Давай Что Так Шо Так Дикий Беларус Он Изучает Это Прикольно Вы Посмотрите Что Эти Проклятые Газконцы Сделали С Благородным Животом Перестаньте Господа По Несправедливых Хозяину Скорее Всего Он Очень Гордится Этим Редкостным Попугаем Русская Да не ругайся Кто тебя обидел Родной Меня никто не обидел Русские Выглядит Как будто Выглядит Как будто Тебя изнасиловали Причем В извращенной Форме Улыбку На лицо Сделай Чтоб я Видел Что ты Знаешь Вроде Как Нормальный Не Изнасилованный Типа Улыбку Повесь На лицо Я не могу Сделать Улыбку Когда Русские Изнасиловали Сука Сука Украинские Дети И женщин Пришли К нам В Украину И сука Изнасиловали Наших Женщин И детей А ты Это Видел Это Русские Это Видел Которые бывают Украинские Народ Они Подожди Ара Не ругайся Так Когда Ты Украинцем Стал Ара Ара Когда Ты Украинцем Стал У тебя Папа Гурген Зелень На базар И продавал Мама Немножко Наташа Туда Сюда Попкой Вильнула За кусочек Петрушки Зачем Ты Такие Вещи Говоришь Ара Да Некрасиво Ты Позор Ты Хоть Какой Мовою Размавляй Гурген Ушел Потом Гурген Тебе Быстренько Так Сюда Сюда Сделал И Потом Оставил Наташа Пошел Света Взял И Полу Гурген Полу Вуйка Ты Что Посмотри На себя Ты Сюда Зеркало Видел Посмотри Зеркало На себя Ты Выглядишь Как Наш Брат А Ругаешься Ругаешься Как будто Ругаешься Как будто Ты Культур Мультур Совсем Нет Вот Гургену Надо Было Хотя На 5 Твоей Жизни Остаться Хоть Чуть Чуть Б Научил Вежливо Сюда Сюда Какой ты Украин Посмотри На себя Гурген Нет Хелен У меня Друг Гурген Был Вот Так Жив Скажи М Тут Брешь Да Вот Чтобы Один Бров Не Был Стой Не Убегай Подожди Украинец Ты У меня Сейчас Будешь Мова Учить Да И Мова И Чуть Чуть Армянский Язык Науч Давай Не Ругайся Не Ругайся Знаете ли Профессор Если бы Вы Не Были Европейским Светилом И За Вас Не Заступились Самым Возмутительным Образом Вас Следовало Арестовать За Что А Вы Не Любите Пролетариат Да Я Не Люблю Пролетариат Зина Подавай Голубушка Обед Вы Позвольте Господа Благодарю Благодарю